Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги! Позвольте прежде всего поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить на форуме с докладом «Циркулирующие опухолевые клетки. Клиника морфологические факторы прогноза при эпитериальных опухолях различных локализаций». О циркулирующих клетках рака известно уже более 150 лет, когда австралийским патологоанатомам впервые обнаружены опухолевые клетки, циркулирующие в крови. При сравнении морфологической характеристики их и первичной опухоли они были определены как имеющие отношение к первичной опухоли и определена их роль как возможного пути метастазирования. Циркулирующие клетки опухоли происходят из склонов первичной опухоли и представляют собой клетки эпитериального происхождения, которые определяются в периферической крови больных различными формами солидного рака. Клетки, циркулирующие в крови, называются циркулирующими опухолевыми клетками, а клетки, которые обнаруживаются в костном мозге, называются диссиминированными опухолевыми клетками. Клетки опухоли приобретают способность проникать в кровоток после процесса эпитериально-мезонхимального перехода, в результате которого опухолевая клетка утрачивает клеточную адгезию, приобретает аномальную подвижность и инвазивность. Морфологический эпитериально-мезонхимальный переход характеризуется изменением размера и формы клеток, гиперхромазией, гиперплоидностью, повышением методической активности. В норме эпитериально-мезонхимальный переход встречается в эмбриональном морфогенезе при регенерации заживления раны, при формировании фиброза. Обратный процесс, который называется мезонхимально-эпитериальным переходом, как предполагают, играет фундаментальную роль в закреплении опухолевых клеток в удаленном органе и образовании метастаза в новом микроокружении. В экспериментальных моделях было установлено, что ежедневно в кровоток из 1 грамма опухолевой ткани поступает около 1 миллиона клеток, при этом только одна клетка из 40 достигает приметастатической ниши и только сотая доля процентов клеток реализуется в гематогенной метастазе. Около 85% опухолевых клеток, попадающих в кровоток, гибнет в течение 5 минут в результате апоптоза. Оставшиеся в кровотоке клетки, судьба этих клеток развивается по нескольким сценариям. Часть клеток может комплексоваться между собой по феномену коллективной миграции с образованием опухолевых микроэмболов. Часть клеток может циркулировать в периферической крови и давать развитие гематогенным метастазам. Часть клеток может возвращаться в первичный очаг, как бы метастазировать в себя. Другая часть клеток может находиться длительное время в периферическом русле и при реализации определенных условий давать начало развития гематогенным метастазам. Наш интерес представляют клетки, которые находятся в периферической крови. Эти клетки не пролиферируют, они вступают в клеточный цикл. Сами по себе опухолевые клетки очень агрессивны. Это связано с тем, что в результате эволюции клона метастатические клетки приобретают многочисленные мутации и ускользают от обнаружения, и развиваются независимо от первичной опухоли. Фенотипические опухолевые клетки, циркулирующие в крови, могут отличаться от фенотипа первичной опухоли. Так, на данном слайде представлено исследование, в котором из 37 больных, у которых в крови обнаружены опухолевые клетки HER2-позитивные, только в 10 случаях первичная опухоль имела HER2-позитивный статус опухоли. У 6 больных метастатическая опухоль была HER2-позитивной, и только у двух из них циркулирующие опухолевые клетки и фенотип метастатической опухоли был HER2-позитивным. В целом, соответствие между HER2-статусом циркулирующей опухолевой клетки и первичной опухоли, по данным авторов, составляет 69%, а соответствие циркулирующей опухолевой клетки HER2-статуса и метастатической опухоли – 74%. Другие исследования демонстрируют высокую степень соответствия между мутационным статусом первичной опухоли и опухолевой клетки. Так, выше 90% для КРАС и БРАФ и 90% для СИДИ-133. Прогностическая значимость выявления ЦОК не вызывает сомнений. На данном слайде представлена общая выживаемость у больных метастатическим раком молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, что демонстрируют и литературные данные. Так, общая выживаемость для больных раком предстательной железы с отсутствием СОК установлена не была. Для больных наличием СОК составило 70 месяцев. У больных раком толстой кишки при наличии неблагоприятного уровня СОК в 3 клетки и выше безрецидивная выживаемость общая практически в 2 раза была ниже. Отличается выживаемость больных и при разном HER2-статусе опухолевых клеток. Так, выживаемость до прогрессирования и общая выживаемость у больных с наличием HER2-позитивных опухолевых клеток в 1,6 и 1,7 была выше в сравнении с больными с HER2-отрицательными опухолевыми клетками. Развитие современных технологий сделало возможное обнаружение геничных опухолевых клеток в биоптатах костного мозга и периферической крови, где наиболее перспективной из них представляется система Veridex Cell Search, которая в нашем институте функционирует с 2013 года. Принцип метода основан на иммуномагнитном обогащении клеток при помощи металлических наночастиц, покрытых полимерным слоем, содержащим антителак молекулам адгезиепитериальных клеток, цитокератином 8,18,19 и панликоцитарному антигену CD45. При идентификации клетки с фенотипом CD45- и токератины плюс и с учетом морфологической характеристики этих клеток, клетки идентифицируются как опухолевые. Материалом нашего исследования явилась периферическая кровь 217 больных раком толстой кишки, молочной железы, предстательной железы и раком лёгкого. Перед вами представлена клиническая характеристика больных раком молочной железы, больные негенерализованных форм 2-й и 3-й стадии. Циркулирующие опухолевые клетки выявлены в 52% случаев, преобладали больные с уровнем ЦОК до 5 клеток, их таких больных было порядка 70%. В равных долях, практически в равных долях 40-47%, при 2-й и 3-й стадии отмечено количество больных с уровнем ЦОК до 5 клеток, тогда как в 35% случаев при 3-й стадии встречались больные с уровнем ЦОК выше 5 клеток, а такие больные при 2-й стадии отсутствовали. Практически в 3,7 раза отмечено увеличение вероятности появления ЦОК в праве больных при наличии метастазово-лимпатические узлы. В нашем исследовании наиболее часто опухолевые клетки выявлены у больных в пери- и постменопаузе тройным негативным молекулярно-биологическим по типам рака молочной железы. По этому поводу в литературе данные противоречивы. Некоторые авторы утверждают о более частом выявлении опухолевых клеток при ХЕР-2 в позитивном статусе опухоли, а другие свидетельствуют о более частом выявлении ЦОК у больных рюминальным А и рюминальным Б и ХЕР-2 отрицательным раком молочной железы. Как нами упоминалось ранее, статус первичного опухоли циркулирующих опухолевых клеток может различаться, что демонстрирует данный наш собственный клинический пример, где у больной местно распространённым раком молочной железы из 5 опухолевых клеток 2 из них являлись ХЕР-2 позитивными. В целом при отрицательном статусе первичной опухоли опухолевые клетки ХЕР-2 позитивной периферической крови у больных раком молочной железы в нашем исследовании выявлены в 44% случаев. Клиническая характеристика больных раком предстательной железы. Опухолевые клетки у больных генерализованными формами выявлены в 70% случаев. Приобладали больные с уровнем ЦОК от 1 до 3 клеток таких больных было 30%, в 60% случаев опухолевые клетки обнаружены при умеренно дифференцированной аденокарциномии и в 80% случаев при низкодифференцированной аденокарциномии. В 100% случаев опухолевые клетки обнаружены у больных с наличием метастазов печени и больных с метастазами печени и кости, тогда как при наличии метастазов только в кости, опухолевые клетки выявлены в 57% случаев. Циркулирующие опухолевые клетки, перраки толстой кишки, их клиническая характеристика больных, больные 3-4 стадии. Опухолевые клетки выявлены в 71% случаев. Отмечена тенденция к формированию взаимосвязи с частотой обнаружения опухолевых клеток и мужским полом при 3-4 стадии. Наиболее часто опухолевые клетки отсутствовали у больных моложе 50 лет при 3-й стадии заболевания. В 1,7 раза повышалась вероятность обнаружения опухолевых клеток у больных 4-й стадии в сравнении с больными 3-й стадии. Практически в 13 раз вероятность выявления опухолевых клеток возрастала при наличии метастазов в лимфатические узлы и печень. Отмечена тенденция к повышению обнаружения опухолевых клеток при наличии низкодифференцированной аденокарциномы и размера опухоли в соответствующем Т4. Количество опухолевых клеток находилось в прямой зависимости от уровня пролиферативной активности опухоли, внутриопухолевой сосудистой потности и экспрессии матриксного металлопротеиназа 2-го типа. Нами выявлен высокий уровень ассоциации между обнаружением мутаций в гене КРАС и повышением уровня ЦОК в периферической крови. Уровень ЦОК выше 3-х клеток является у больных 4-й стадии фактором неблагоприятного прогноза прогрессирования метастатического поражения печени в течение 6 месяцев. Несмотря на то, что данная система, одобренная FDA при опухолях трех локализаций, таких как молочная железа, толстая кишка и предстательная железа, этот метод неплохо зарекомендовал себя при опухолях других локализаций, основанной на том, что ЦОК и 8, 18, 19 экспрессируются. Отмечена тенденция к повышению обнаружения опухолевых клеток при наличии низкодифференцированной аденокарциномы и размера опухоли в соответствующем Т4. Количество опухолевых клеток находилось в прямой зависимости от уровня пролиферативной активности опухоли, внутриопухолевой сосудистой плотности и экспрессии матриксного металлопротеиназа 2-го типа. Нами выявлен высокий уровень ассоциации между обнаружением мутаций в гене КРАС и повышением уровня ЦОК в периферической крови. Уровень ЦОК выше трех клеток является при увольных 4-й стадии фактором неблагоприятного прогноза метастатического прогрессирования метастатического поражения. Несмотря на то, что данная система одобрена FDA при опухолях трех локализаций, таких как молочная железа, толстая кишка и предстательная железа, этот метод неплохо зарекомендовал себя при опухолях других локализаций, основанной на том, что цитокератин и 8-18-19 экспрессируются еще и в опухолях и пищеварительного, дыхательного, урагентального тракта, экзокринных и эндокринных желез, что демонстрирует данные литературы. Для больных раком печени, меланомой и раком яичником. Так, у больных мелкоклеточным раком легкого сохранение опухолевых клеток выше 50 после окончания курса химиотерапии свидетельствуют о неадекватном подборе схемы лечения и ассоциируются с плохим прогнозом. А у больных мелкоклеточным раком легкого выживаемость до прогрессирования и общая выживаемость практически в три раза была выше у больных с опухолевыми клетками менее 5. Нами также проведено пробное исследование обнаружения опухолевых клеток у больных раком легкого, мелкоклеточным и немелкоклеточным, четвертой стадии. Опухолевые клетки выявлены в 80% случаев у больных раком легкого, в равных долях по 50% было больных с уровнем ЦОК до 10 и выше 10 клеток. Частота выявления ЦОК при немелкоклеточном раке была несколько выше, чем у больных при мелкоклеточном раке легкого, тогда как для больных мелкоклеточным раком легкого наиболее характерным был высокий уровень ЦОК выше 100 клеток в 66% случаев, а для больных немелкоклеточным раком легкого характерным являлся уровень ЦОК до 10 клеток, то есть низкие его значения и средние значения от 11 до 100 клеток. Также нами проведены исследования на обнаружение опухолевых клеток при раке печени. В трех случаях при гепатоцеллюлярной карциноме нами выявлены опухолевые клетки. В одном случае опухолевых клеток было 109, в двух других случаях – единичные опухолевые клетки. Единичные опухолевые клетки выявлены при почечно-клеточном светоклеточном раке и при раке головки поджелудочной железы. На данном слайде мы хотим продемонстрировать собственные примеры морфологической гетерогенности опухолевых клеток, где хорошо видно разные по форме и размеры опухолевой клетки у одного и того же больного, больного раком легкого и раком предстательной железы. Это наши собственные данные. Это феномен так называемой коллективной миграции. Пример образования циркулирующих опухолевых микроэмболов, когда в данном случае это больная рака молочной железы, когда на фоне прогрессирования заболевания, характеризующиеся увеличением образования молочной железы и появлением новых групп лимфатических узлов, нами зарегистрировано образование пяти опухолевых микроэмболов. Подводя итог к вышесказанному, не вызывает сомнений роль циркулирующих опухолевых клеток как фактора гематогенного метастазирования. Понятна роль в оценке эффективности проводимой терапии, но на наш взгляд не менее интересным представляется и изучение молекулярного профиля этих клеток с целью изучения их как возможных мишеней для подбора таргетных препаратов. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Можно вопросы? Скажите, пожалуйста, вот известно, что существует довольно много ложноположительных реакций. Ну, во-первых, гемопоэтические клетки, как выяснилось, могут нести маркеры цитокератинов. Ну и, во-вторых, существуют перекрестные реакции. Ну, в частности, первые работы по метастатическим опухолевым клеткам в костном мозге показывали, что у больных с локализованными формами до 80%. В 80% случаев выявляются цитокератиноположительные клетки. Но цитологические исследования показали, что этот процент снижается до 13%. Ну, примерно то же самое и у нас получилось. То есть мы вот этой системой, когда выделяли из костного мозга больных раком легкого, из ребра презицировали во время операции, каждый раз находили положительные клетки, но цитологи лишь только в 10% случаев их квалифицировали как опухолевые. Ну и последний гвоздь, как бы, в эту программу был внесён исследованием 2009 года, которое, наконец, было рандомизировано, и контрольной группой из 100 человек к пациентам молочной железы, были взяты волонтёры, у которых обнаружили в костном мозге цитокератиноположительные клетки в том же количестве и с той же частотой. Поэтому вот не считаете ли вы целесообразным делать не только иммунофлюоресценцию, но и классическую цитологическую анализ? Потому что даже иммуногисхимия маскирует некоторые признаки опухолевой клетки, которые бы позволили цитологу отнести её к опухолевой. Поскольку вы рекомендуете это использовать в клинических целях, и не только для прогноза, это уж бог с ним, а для перестадирования, очевидно, Барновая и подбора тактики лечения. Может быть, всё-таки цитологический контроль провести, чтобы у вас было заключение цитолога? Ну, возможно, это целесообразно, но данная система, несмотря на то, что она является закрытой, и идентификация основана именно на экспрессии клеткой антигенов, но и с наличием на клетке фенотипа цитокератин и 8, 18, 19+, и панликоцитарного антигена отрицательного, и с учётом обязательно морфологической характеристики этих клеток, эти клетки рассматриваются как опухолевые. То есть морфологическая характеристика, она принимается в внимание всегда. То есть оценивается форма, размер клеток, размер ядра. Хорошо, спасибо. Ещё вопросы? Пожалуйста. В нашем исследовании это были бы, больные раком предстательной железы с метастазами в печени, и у них в 70% случаев появлялись опухолевые клетки. А вы указали, что у вас метастазы в докладе в печени были? И в кости. И в кости. А в чем связываете имиску выявления? В 50-м, по-моему, по-моему? 57, да, при наличии. Ну, я связываю, наверное, всё-таки здесь определяющими пути метастазирования, и, наверное, немаловажную роль играет и обсуждаемая теория семян и почвы, когда всё-таки опухолевые клетки метастазируют именно туда, куда они метастазируют. По идее, живет полный клеток, как и распространение опухолевых. Они же живы по всему проявленному уровню. Да. Правильно же? А почему? Ну, при наличии метастазов в печень мы обнаружили больше частотого выявления опухолевых клеток. Вы не знаете, что больных? Да, небольшое количество больных было раком предстательной железы, поэтому исследования будут продолжаться ещё. А корреляцию вы не проводили с гистологическими? Мы проводили с гистологическими данными со степенью дифференцировки опухоли, где в 60% эти опухолевые клетки выявлены при умеренно дифференцированной и в 80% при низкодифференцированной данной карциномии. Ещё? Нет вопросов? Спасибо. Спасибо. Нет, ещё есть вопрос. Подождите, не уходите. У меня к вам методический вопрос. Видимо, может быть, у меня ускользнуло, но вот как вы определяете эти соки в кровотоке методически с помощью ваших наночастиц? Как вы их видите? Это количество три клетки. Это на миллилитр или на 10 миллилитров или на весь кровоток? То есть методически как вы это делаете? Методически нам приносят пробирку с 7,5 миллилитрами крови, в которой аппарат проводит пробоподготовку, то есть происходит лизирование ретроцитов, инкубация с антителами, и затем мы анализируем в анализаторе, который выдаёт гораздо большее количество опухолевых клеток, которые мы в финале идентифицируем. И с учётом окрашивания на поверхности мембран и морфологической характеристики, мы клетки принимаем как опухолевые. Скажите тогда к этому же вопросу. Вообще в миллилитре крови кровотока там порядка миллиарда клеток, да, насчитывается? Ну считается, что опухолевая клетка в одном миллилитре опухолевая клетка циркулирует среди 10 миллионов лейкоцитов и 50 миллиардов эритроцитов одна опухолевая клетка. Одна? Да. Такие данные литературы. То есть вот фоновые тогда, понимаете, там фон будет дикий совершенно, должен быть сумасшедший. При анализе цитрокератинов, например, там цитрокератин не очень такие, это не очень специфические белки, не очень иммунно специфические, к ним трудно сделать хорошие антитела вообще. Вот это проблема на самом деле. ХЕР-2 тоже, ну вот понимаете, вы можете поймать ХЕР-2 клетки, ну запросто можете их схватить. То есть вот насколько вот вы приводили огромное количество работ, насколько эти данные релевантны вообще, валидны, вот в общем смысле. Насколько действительно проблема цоков, она может быть считаться решенной. Потому что я вот как-то недоверие некоторые испытываю все-таки к этим вот цокам, честно говоря. Ну опять же, по данным литературы, именно эта система, система Веридекс-Селсёча является наиболее перспективной и востребованной. И опять же, по данным литературы, чувствительность определения опухолевых клеток с использованием этого метода достигает 90% специфичность, около 80%. Ещё вопрос? Нет, спасибо. 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 Спасибо.